Многие, наверное, забыли со времен третьего или какого-то курса, что такое турбулентность, и, наверное, стоит об этом вспомнить. Мы начнем с описания изотропной турбулентности. Изотропная турбулентность — это, разумеется, идеализация, но знание закономерности и наблюдаемых изотропной турбулентности поможет нам в дальнейшем анализе, в том числе мы вернемся к статье Кламогорова о локальной изотропной турбулентности. Турбулентность мы называем изотропной, если все гидродинамические поля являются однородными и изотропными случайными полями. Выведем динамические уравнения для тензорокорреляции. Тензорокорреляции позволит нам перейти уже в дальнейшем к спектральным представлениям. Мы запишем систему уравнения в ЕСТОКСА просто для ИТО и ЖТОКОРОНЕНТ скорости. Это все прекрасно помнят. Дальше мы просто домножим каждое из уравнений первое на УЖИ штрих. Соответственно, для которого записано второе уравнение и на УЖИ второе. Сложив и усредник, мы получим уравнение для тензорокорреляции В и ЖИ. В изотропной турбулентности ВПИ и ВПЖ равно нулю. ВИЖ может быть выражен через ВЛЛ-ВНН. ВННН – это тензорокорреляции в парадольном и поперечном направлении. На картинке показано, может быть, недостаточно ярко, но, в общем, понятно, что это в парадольном и поперечном направлении. Заменив тем самым, мы придем к уравнению Кармана Ховарта, которое введено в рамочку. Это, конечно, не то чтобы уравнение, это, скорее, соотношение между неизвестными функциями. Но оно дает хорошее ограничение, накладывает на величины ВЛЛ и ВЛЛ. Если мы продолжим наш анализ, ну, в общем-то, вот уравнение Кармана Ховарта, которое мы получили, это основа всех последующих исследований по теории изотропной турбулентности. Дальше, вот наряду с этим уравнением Кармана Ховарта, мы можем также указать уравнение, которое будет связано с спектральной функцией и спектральной функцией третьего порядка. Для чего нам это надо? То есть у нас мы получили уравнение для тензор-корреляции. Чтобы иметь спектральное представление, мы возьмем Фурье. Взяв Фурье, мы получаем уравнение, которое показано на этом слайде. То есть для спектральной функции и непосредственно для спектральной плотности. Что это за изображение? Значит, здесь мы видим схематическое изображение спектра энергии гиатка. Значит, спектра диссипации энергии и функции Т от К. Во-первых, ну то есть уравнение, которое мы получили, описывает изменения во времени спектрального распределения энергии турбулентности. Член 2 нюк квадрата гиатка описывает диссипацию энергии под действием сил вязкости. Мы видим, если посмотрим на картинку, видим, что вязкость приводит к убыванию кинетической энергии возмущений с волновым числом к пропорциональной интенсивности этих возмущений, умноженной на 2 нюк квадрат. Понятно, что при маленьких К энергия длинноволновых возмущений убывает под действием сил вязкости гораздо медленнее, чем для значений с К большими. Функция гамма от КТ, она интересная функция. Здесь она приведена для того, чтобы показать, что сначала она отрицательна, потом она положительна. Она описывает изменение энергии спектральной компоненты турбулентности с волновым числом К, создаваемые нелинейными инерционными членами равней гидродинамики. То есть, по сути, это изменение, вот эта функция ТАТКА, ГАМАТКА, оно сводится к перераспределению энергии между отдельными спектральными компонентами. То есть, это внутренний обмен энергиями, который не влияет на реальный выход энергии, который тратится на преодоление сил трения. То есть, обмен идет в какую сторону, прямой или обратную? Прямой. Здесь, как бы уже было сказано, я не остановилась на этом, может быть. Ну, то есть, мы рассматриваем каскадный вот этот переход, я подробнее о нем далее укажу. Но вот о конвективном мы поговорили. Сейчас вот это вот самое, с чего началось, то есть, статья Холмагора 1941 года, и, ну, то есть, ранние представления об изоотропной турбулентности. Так, значит, вот мы ввели некоторую модель изоотропной турбулентности. Это все-таки математическая идеализация. Чтобы говорить о более реальных турбулентностях, мы введем понятие локальной изоотропной турбулентности. Реальную турбулентность можно считать обладающей определенными свойствами, которые родственны из дробии и позволяющие использовать методы изоотропной турбулентности, о которых мы уже поговорили. В основе идеи лежат представления Ричардсона о развитой турбулентности. В чем состоит эта его идея? Развитая турбулентность складывается из совокупностей неупорядочных возмущений вихрей, различных порядков, которые отличаются характерными масштабами и скоростями. Если вот здесь цепочка приведена на слайде, постепенно будем увеличивать число рейнольца. Произведем переход через критическое значение числа рейнольца. Будут возникать наиболее крупные пульсации. Будем дальше увеличивать. Возникает возмущение первого порядка, который в представлении этой модели рождает, более мелкие возмущения второго и третьего порядка и так далее. И возникает так называемая иерархия возмущений. Если ввести характерные размеры, то есть в порядке, число рейнольца большое, это внешний масштаб. Число рейнольца рей1 это для крупномасштабного возмущения. Оно чуть меньше, но все же большое. Но оно рождает следующее и так далее, и так далее. И в итоге все приходит к числу рейнольца с индексом n, который соответствует масштабу ln равным θ. Это характерный масштаб кламмагона. И так. Важно сказать, что движения минимального масштаба уже гидроциномически устойчивы и практически не распадаются. И как раз их работа идет на преодоление сил вязкости. Но на поддержание развитой турбулентности нам нужно непрерывное питание от средненного движения энергии из какого-либо внешнего источника. Вследствие хаотичности процесса передачи энергии от движений данного масштаба как движения меньшего масштаба, анистропия, неоднородность, нестационарность все меньше и меньше сказываются на характере движения. На характере движения на режиме статистических пульсаций. Все меньших и меньших масштабов. Таким образом, что мы посмотрим. Пульсации давления возникают из-за неоднородности поля скорости масштаба ln. Они приводят к возникновению пульсации масштаба ln плюс 1. И они будут ориентированы не только по направлению скорости средненного движения, но вообще по всем направлениям. Таким образом, пульсации давления содействуют перераспределению энергии по всем возможным направлениям. И таким образом, проводя эту мысленную цепочку, мы приходим к тому, что ориентирующее влияние осредненного течения будет все ослабевать и ослабевать при переходе к пульсациям все меньших и меньших масштабов. И делая вывод, мы можем предполагать, что вот это ориентирующее влияние не будет наносить никакого воздействия вообще. То есть мы можем считать при очень больших числах ренольца статистический режим мелкомасштабных пульсаций, его будем считать однородным, изотропным и практически стационарным. И таким образом мы приходим к определению локально-изотропной турбулентности. Предлагается описать математически класс полей скорости У, мелкомасштабной пульсации которого однородно-изотропно-стационарно. Что мы сделаем? Разделим скорость У на среднюю и пульсационные компоненты. Выделим небольшой пространственно-временной объем, выберем внутреннюю центральную точку и введем подвижную инерциальную систему в декортовых координат с постоянной скоростью. Переход к этой системе координат означает, что обычные координаты х и время t заменяются координатой r, которая есть х-х0, и скорость У заменяется на У, которая у нас была, минус У от х0, t0. И мы можем сформулировать определение. Какую турбулентность мы назовем локально-изотропной? Если в пространственно-временной области Ж при любом значении У0 многомерное распределение вероятности для каждого конечного набора относительных скоростей, составленного из значения скорости У в Н плюс одной точки в области Ж, не зависит от У0 стационарно-однородно-изотропно-изотропника. И уже для локально-изотропной турбулентности мы можем сформулировать далее некоторые гипотезы. Будем считать, что число ренольца потока настолько велико, что однородность изотропности и стационарно-статистического режима достигается уже для относительно крупных возмущений, на которых вязкость еще не влияет. В таком случае средняя удельная диссипация энергии будет равна среднему количеству энергии, поступающей за единицу времени в единицу массы от осредненного течения к наиболее крупным из локально-изотропных возмущений. Тогда величина средней энергии как раз и будет, вот эта величина средней энергии средненного движения и будет той характеристикой крупномасштабных движений, которая только и влияет на статистический режим мелкомасштабных пульсаций. И к ламагорлуму была сформулирована как раз об этом первая гипотеза, что в случае турбулентности с достаточно большим числом ренольца многомерное распределение вероятности для относительных скоростей в пространственной временной области G, в которой турбулентность локально-изотропна, однозначно определяется значением параметров средней энергии и вязкости. Здесь у этой гипотезы, если она верна, у нее она очень сильно сужает множество распределений вероятностей, отвечающие локально-изотропные случайным полям относительных скоростей V. И таким образом мы можем составить однозначную комбинацию для характерных масштабов тета, то есть вот этих масштабов к ламагорла. Как показано на слайде, вот тета, Vт и тау-тета таким образом могут быть однозначно определены через как раз две величины, вязкость и усредненная энергия. Не менее, более важное следствие о том, что после перехода как раз к величинам тета, Vт и тау-тета распределение вероятностей для безразмерного случайного поля W от XS, вот это вот, которое показано на слайде, оно универсально для любой турбулентности. И таким образом мы можем переформулировать в этих новых терминах первые гипотезы Калмагорова, что конечномерное распределение вероятностей для значения случайного поля W от XS, отвечающие не слишком большим значениям R и тау, совпадает между собой во всех турбулентных течениях с достаточно большим числом ренольца. Теперь рассмотрим случай, когда число ренольца настолько велико, что внутренний масштаб это намного меньше, ну, внутренний масштаб это очень мало по сравнению с внешним масштабом L. И тогда можно выделить совокупность движений с масштабами L, который находится между тау и L. Тогда в этом случае VL будет много больше VAT. То есть в этом энергетическом режиме соответствующих турбулентных движений доминирующим процессом будет передача энергии к движениям меньших масштабов. Благодаря действию... Так, ну, то есть будут передаваться энергии от более крупных к более мелких. И мы приходим ко второй гипотезе в подобии Клубогорова, что в случае турбулента с достаточно большим числом ренольца многомерное распределение вероятности для относительных скоростей, относящихся к достаточно малым пространственным и временным интервалам и удовлетворяющих дополнительным условиям на R и Tau, однозначно определяется значением уже только осредненной энергии и не зависит от вязкости. Сейчас можно перейти к выводу некоторых следствий. Интервал характерных масштабов первой гипотезы Клубогорова мы называем равновесным интервалом. Масштаб интервал второй гипотезы инерционным интервалом. Рассмотрим разность скоростей в точках ФОР. Запишем структурную функцию D и G, которая будет выражаться также через DLL и DNN. Это продольные поперечные структурные функции. И тогда, если записать выражения для DLL и DNN, то получится, что они, опять же, однозначно определяются по первой гипотезе Клубогорова. И они будут пропорциональны универсальным функциям BLL и BNN, которыми связаны между собой. И таким образом, если сделать разложение, воспользоваться при малой R много меньше Тау, много меньше это, воспользоваться разложением Тейлора, функции скорости в ряд, то мы получим, что величины DLL, DNN и DLL, они, в общем-то, определены пропорционально некоторой констанции на усредненную энергию в степени 2,3 и радиус в степени 2,3. Это очень важный закон, как раз называется закон двух третей, и это очень важно следствие гипотезы Клубогорова. Также, если уже перейти на язык спектров, опять же, то таким образом энергетический спектр может быть записан, тоже пропорциональная энергия в степени 2,3 и волновое число в степени минус 5,3. Посмотрим вот на заключающую картинку, то есть, это зависимость энергии, ну, в общем-то, спектр, только в фологарифмическом масштабе. Здесь вначале идут крупные вифри, далее вот этот максимум, здесь идут энергосодержащие вифри, далее идет инерционный интервал, в котором мы как раз наблюдаем вот этот вот закон 5,3, и далее идет уже вязкая диссипация. И, в общем-то, я заключаю на этом свое выступление. Пожалуйста, вопрос. Вот это стандартное Клубогородское описание, многие из вас его уже слышали, но если есть вопросы у тех, кто не слышал, если...